Юные и талантливые танцоры сразились в новогодней хип-хоп-битве. Участие в танцевальном состязании приняли около ста человек. Формат битвы – танцевальная дуэль один на один. Под одну и ту же музыку импровизируют сначала один участник, потом другой. Решение принимает судья. Организаторы постарались расширить число номинаций, чтобы поощрить больше талантливых участников разных возрастов и танцующих в разных стилях. В номинации хип-хоп и брейкинг есть номинация «Кидз». Это для участников до 14 лет, занимающихся не более двух лет. И про номинации идет «Двойки», то есть два на два, любой возраст, любой срок обучения. Двойные дуэли, кстати, одно из самых интересных состязаний. В каждом баттле участвуют по две пары танцоров. Для победы участники команды должны не только превзойти соперников, но еще и соответствовать друг другу. На вопрос, почему именно хип-хоп, участники битвы отвечают не задумываясь. Это свобода в первую очередь. Да и обучаться этому виду танца легко и весело. Выбрала хип-хоп я, потому что оно самое открытое. Можно показать все, что ты хочешь и вставить все, что ты хочешь. И вообще это очень трудно. Те, кто выбрал для себя это танцевальное направление, уже не могут жить в прежнем ритме. Хип-хоп постепенно становится их образом жизни. Мне нравятся танцы. И я на этом живу. Каждый день танцую во сне, везде, где я нахожусь. Хожу по улице, танцую. Современное танцевальное искусство развивается благодаря духу соперничества. Соревнования помогают начинающим танцорам открывать новые стили и движения, совершенствовать себя и свою технику, творчески развиваться. Если мы даем достойную альтернативу в времяпровождение обычного школьника, то так или иначе, может быть, это их зацепит. Они захотят более подробно углубиться. Не обязательно именно в направлении брейк-данса, но любого иного рода творчестве, что на самом деле я считаю очень полезным. Публики состязания танцоров пришлись по вкусу. Веселое и зрелищное это мероприятие добавило азарта и радости к предновогодней атмосфере. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова.